изучая трактат хагига натолкнулись на такую очень интересную мысль которую мы должны прояснить мне кажется будет польза и для тех кто не изучает знаметр актат хагига тоже прояснить этот момент гемора говорит так что всевышний плачет ежедневно по поводу трех людей тот кто может учить тору но не учит тот кто не может учить тору но учит и по поводу человека который занимается общественными делами и при этом у него есть гордыня 3 3 человека может быть мы как-нибудь объясним другой раз а сейчас мы хотели бы объяснить что имеется то что всевышний плачет по поводу того кто мог бы учиться но не учится сговорит хоффет с хаим всевышний плачет так как такой человек он мог бы учиться и всевышний он любящий отец он понимает до какой степени он бы был бы счастлив от того что он учит тору а он этим не занимается и все же не плачет от того что как бы мог этот сын быть счастлив а он не использует эту возможность быть счастливым это достаточно понятная вещь то что странные комментаторы задают на эту тему вопрос почему плачет всевышний по поводу человека который не может заниматься тор и занимается наоборот человек не может заниматься у него там куча дел куча проблем да вся но он все проблемы откладывается тор и так наоборот у нас то считается человек на большом духовном уровне да он смог абстрагироваться от всех своих проблем и все равно он может заниматься торы это называется, у него есть лифум цара Агра, у него, соответственно, его страданиям, что он все отложил, все проблемы, все долги, все болезни свои, все отложил, все равно занимается Торой. Этот человек вроде бы большой праведник. Поэтому есть другое объяснение у этого момента. Эйн Яков говорит очень сильную, очень мощную вещь. Давайте прием сначала Хафет Схаим. Хафет Схаим говорит так. Всевышний плачет, что этот человек занимается Торой, несмотря на то, что не может, потому что Всевышний плачет, что он не может дать ему материальное благосостояние, которое бы этому человеку было с ним хорошо. Он бы мог и заниматься Торой, как бы легко и свободно, и не испытывать нужды ни в чем. Потому что Всевышнему как бы жалко, что его сыну приходится трудиться в таких нечеловеческих условиях. То есть, Всевышний вынужден, чтобы он был в этом состоянии. Либо потому, что он не выдержит испытания богатства. Всевышний знает об этом. Либо потому, что Всевышний понимает, что для того, чтобы максимально правильно он выполнил свое предназначение в жизни, получил максимальный сахар, то есть, плату в будущем мире, нужно его поставить в эти условия испытания. Но то, что его сын находится в таких тяжелых условиях испытания, Всевышнему от этого тоже больно. Ему тоже от этого, как бы ему жаль, что есть необходимость поставить испытаевым, испытуемого, о, точно, в такие тяжелые условия. То есть, это необходимость, и так говорит Хофетскаим. Эйн Яков говорит совершенно другой комментарий. Он говорит, совершенно по-другому это объясняет. Он говорит, здесь имеется в виду человек, который не в состоянии изучать Тору. У него нет учителей. Он человек, не получающий, не получивший методы изучения Торы. Он не знает, как правильно изучать. Но он Торой занимается. То есть, он нахватывается как-то информацией. И потом получается, что у него огромные ошибки. Он ничего не понимает. Он ничего не умеет объяснить. Ничего не умеет понять. Ни в чем не умеет разобраться. То есть, у него получается нагромождение знаний, каких-то псевдознаний, в которых нет никакого порядка, никакой системы и никакого понимания. И получается, что он только увеличивает количество ошибок и непонимания. Такой человек лучше бы не учился. Потому что, если бы он выучился, сейчас неправильно и составит, соответственно, своему неправильному пониманию какие-то системы, какие-то, расставит так, как он понимает эти вещи, без учителей, без школы, без методы, то получается, что у него будет куча ошибок и куча недопониманий. И исправить их ему потом будет еще тяжелее, чем учиться было бы заново. Так вот, по такому человеку Всевышний плачет. От того, что он занимается даже торой, но не умеет и неправильно не получил нормальных учителей, не нашел нормальных учителей, не смог добраться до правильной методики изучения торы. Иногда, я смотрю на этот комментарий, я думаю, что это очень правильная вещь. Есть много людей, которые нахватываются какой-то случайной информацией, у них в голове получается такая каша, что разобраться потом, все разлить по полочкам и по местам, просто очень-очень сложно. И поэтому мы говорим, дорогие слушатели и зрители, если вы пьете воду, пейте ее только из чистых источников, только там, где это не создаст вам потом грубые ошибки, которые исправить будет намного сложнее, чем ее учиться заново. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok